Всем привет! Всем доброе утро! Начинаем сегодня новый влог и хочу с вами начать это с очищения нашего лица. Что я сегодня хочу сделать? Я хочу вот такие вот диски использовать на сайте iHerb покупала всегда. Неплохие диски, хорошие, у меня осталось прям чуточку, и я хочу их добить. Вот что из себя представляет эти диски? Они такие пропитанные, очень хорошо пропитанные, достаточно большие. Значит, одна сторона гладкая, другая сторона такая шершавая. Вот, гладкой стороной сначала начинаем прям протирать по лицу. Вот так вот протираем. Конечно, на глаза нельзя. В основном протирайте по тем местам, где у вас проблемная зона какая-то. там вообще заявлено производителем, что даже до мелких морщиночек убирает. Приятный запах и хорошее такое средство. Оно, во-первых, очищает очень хорошо. Вот моя проблемная зона подбородок здесь, вот на шее. Обычно, когда вот спишь, здесь скапливается грязь. Вот. И, значит, хорошо очищает это всё. Вот эти вот наши чёрные точки на носу. Всё это хорошенько, гладкой стороной сначала очищаем. И обратной стороной, уже шершавой, не смывая ничего, дальше продолжаем. То есть, уже шершавую, мы уже снимаем верхний роговевший слой кожи. Всё, я смыла. Вот такой вот у нас результатик неплохой. Действительно, хорошо снимает и очищает. А дальше, что я хочу сделать, я хочу сегодня тщательно поработать с своей кожей, потому что давно её сильно не очищала, и поэтому хочу ещё щёточкой пройтись, которая у меня появилась не так давно. Моя щёточка Клиник. Что могу сказать про эту щётку? Девчонки, уже её проэкспериментировала, уже много раз ей пользовалась. Могу пользоваться вот такой вот тоже от Клиник умывалкой, достаточно хорошая. И ещё мне нравится пользоваться мылом. африканское чёрное мыло с сайта iHerb. Очень классное вообще мыло. Оно очищает от чёрных точек, кожу не стягивает. Вообще, вот просто замечательно. Я прям советую. Стоит оно 200 с чем-то рублей, и очень хорошее состояние кожи после него. И у меня сын, он подросток, я уже говорила, ему 14 лет, и вот сейчас как бы такие подростковые вот эти вот высыпания, и он им пользуется, и очень хороший результат. То есть, оно подсушивает и всё это убирает. Хорошенько намыливаю на руки мыло вот эту вот пену, да, то есть, и потом вот так вот на лицо намыливаю. И вот даже вот, вы знаете, можно использовать даже не то, что для очищения, а для улучшения состояния кожи. Очень классное и очень мне нравится. Советую. Просто, просто классное мыло. И, ну, естественно, за один раз вы ничего результата не увидите. И в любой процедуре, и в любой косметике, то есть, надо систематично это всё делать, пройти там, хотя бы попользоваться там месяц и увидите результат на своём лице. И вот просто вот так вот делайте. Она выбивает грязь из ваших пор. Щётка классная, мне понравилась. Я довольна вообще покупкой и вам советую, соответственно. Может быть, ещё акция есть на их сайте, официальном сайте клиники. Я там покупала по акции вместо 10, 4,5, плюс пробники там в подарок шли. Про пробники я тоже вам сейчас расскажу. Уже тоже их использовала и очень мне понравилось. Ну, всё. Вот так вот по массажному линию можно сделать. Можно насадки менять, кстати, купить массажную насадку, делать массаж лица. То, что я хочу делать. Надо купить насадку. Ну, всё. Всё смыла. Нанесла ещё масочку. Хочу тщательнее, так сказать, это всё прочистить. Значит, на глазки нанесла мезомаску для век. Вот такую вот, да. Это белорусская косметика у нас марка Белита. Так сказать, вот эту, да? Вот. Вот. И вот такую вот маску я нанесла тоже белорусская Белита. Магия Марокко. То есть, здесь глубокое очищение выводит токсины, снимает усталость и так далее. То есть, чтобы вот хорошенько прочистить и очистить поры. А для глазок она хорошо, значит, здесь у нас идёт гиалуроновая кислота и она хорошо снимает отёчность какую-то, либо там припухлость, ну, всё такое. Неплохие масочки. И сейчас нанесла, посижу и будет нам счастье. Вот. И что ещё хотела сказать. Вот такой вот кисточкой я наношу. Недавно, кстати, её купила. Больше мне нравится такая вот кисть, чтобы он был короткий ворс и более плотный вот здесь. Ну, как бы не длинный ворс, а короткий и более плотный здесь, да. А в профессиональной косметике, где альта косметика, ну, такая вот обычная, там у меня разлетелось, потому что вот когда после мытья вот так вот хранить кисти нельзя. И она здесь расклеилась, разлетелась. Надо наоборот либо ставить, либо в лежачем положении. ну, да, так вот и получается. Что я сегодня хочу? У нас такой сегодня с вами домашний влог, и хочу вам показать, да, рассказать по поводу вот этих пробников, которые мне вместе с щёточкой пришли, рассказать про них. Так что давайте, да, сейчас пойдём, и я вам всё расскажу. Ну, итак, смотрите, что я хотела вам рассказать и показать. Немножко посижу перед вами с маской, ничего страшного. Значит, когда я заказывала эту щётку, да, и там у них есть акции до сих пор, и 4 тысяч идёт вот такая вот косметичка с пробниками бесплатно. Пробники достаточно немаленькие, большие, сейчас всё расскажу, что туда входило. Значит, входила вот такая вот мунициплиарка, я её не пользовалась, потому что у меня есть гарнир, я гарнир пользуюсь, пока что я её не пользуюсь, оставила куда-нибудь для выезда. Ну, чтобы дорожная версия, кстати, очень даже удобна. Вот. Значит, что здесь ещё входило? Вот такой вот серум был, достаточно хороший серум, я уже его добила, мне очень понравился серум. И оригинальная версия, он идёт с помпой, и я уже присмотрелась, и он идёт девочки, не дешёвый, не дешёвый, но результативный, то есть результат я прям видела на своём лице. Дальше, что у нас идёт? Два вот таких вот кремушка, один дневной, другой ночной. Здесь, в дневном, значит, SPF 15, тоже, что очень хорошо, то есть, как бы, поэтому крем достаточно лёгкий, быстро впитывается, ну, что ж ты. И поэтому удачно всё он так укладывается на вашем лице. Запах очень вкусный, вот я его добиваю, то есть, я им пользуюсь, я пользуюсь им ежедневно, и на ночь. На ночь не ежедневно пользуюсь, потому что не очень люблю такой беленький, там если розовый, то здесь белый. На ночь не очень люблю, но, кстати, он не жирный, он тоже хорошо впитывается, очень даже неплохо. Крема тоже, они идут из версии антиэйдж, то есть, против морщин и тоже достаточно дорогостоящий. Чё-то один крем полноразмерный стоит, чё-то там, 4 тысячи, что ли. Ну, я так присмотрелась, но результат мне понравился. Во-первых, гипоаллергенная, то есть, никаких высыпаний, наоборот, улучшает кожу, она становится бархатистая, нежная, подтягивающая, какие-то, либо даже если есть высыпания, тоже над этим работает. И мне достаточно очень сильно понравилось, потому что неплохие у них крема, очень-очень неплохие. Также в этот набор у них входила вот такая вот помада, ну, она такая вот, как бы не очень, вот такая вот, короче, кому какой нравится без запаха, кому какой нравится вкус. И ещё плюс к этому, там можно отдельно пробники, поставить 3 пробника, чтобы вы хотели попробовать. Я сделала 2 пробника в мужском направлении и 1 пробник вот такой вот туш. То, что касается по поводу туши, девчонки, очень-очень мне понравилось. Во-первых, кисточка. Посмотрите, какая кисточка. Я не люблю силиконовые кисточки, я люблю вот такие вот. То есть, она небольшой ворс, да, она такая тоненькая, она подлазит под каждую, под каждый этот, под каждую волосинку. Прямо от корня вы рисуете. Во-первых, хорошо удлиняет, кому надо, хорошо даже делает объём. здесь стойкая тушь просто написано, да, то есть, какая она не показана. То, что не осыпается, не отпечатывается на верхнем веке. Ну, у меня века не жирная, поэтому, как бы, может, не отпечатывается. И плюс, она хорошо держится, хорошо смывается. То есть, тушь вот, очень мне даже понравилась. Классно. И сама косметичка, вот такая вот, дорожную версию, да, в дорогу. Почему бы и нет? То есть, очень аккуратно всё сшито, всё сделано. И всё даже замечательно. Я вообще вот даже, ну, во-первых, щётка шла со скидкой, и, во-вторых, вот этот вот опробный набор попробовать, да, из клиника. Я пробовала лосьон, кстати, да, потом покажу вам. Я прикупила дополнительно лосьон, потому что у меня теперь как бы три ступени. То есть, очищение очищает щёткой, я показывала, да, пенку. А потом у меня идёт лосьон, я купила, про него расскажу, когда смоем сейчас, и я вам всё расскажу. И вот дальше я крема делаю. И результат на коже очень даже хороший. То есть, возрастной кожи, всё-таки на мне 20 лет, и поэтому, соответственно. И мне очень понравился, прям я рекомендую, даже заказать, допустим, участвовать в этой акции, заказать эти пробники, их немало. Обычно, когда приходишь, да, блин, ну вот куда, вот в Альдебаты, я покупала вот этот вот лосьон, да, клиник. Никаких пробников нету. И вообще мало сейчас, где выдают пробники. Это какая-то, какая-то катастрофа, не очень-то и приятно. Вот вам, что хотела я вам рассказать, показать. Да, и недавно здесь тоже зашла в белорусский магазин, ну так, как белорусский, наполовину. Решила попробовать пользоваться подводкой. Я купила от Релуи вот такую вот подводку. Правда, она, не совсем я довольна ей. Такая очень тоненькая кисточка, очень тоненькая. И, конечно, рисовать не очень удобно. Всё-таки я хочу найти, как типа фломастера, да, вот такого вот. И там немножко она потолще, фетровый наконечник. И попользоваться, поделать стрелочки. Ну, стоит 200 рублей, в принципе, и не так уж и много, да. Поэтому, как бы вот так вот. Ну, в принципе, да. это я вам хотела рассказать и показать. Ну, что я ещё могу вам показать? У меня здесь на столе моя парочка стоит, которую я сейчас пропиваю усиленно. Это у нас идёт омега, рыбий жир. И там у меня ещё идёт кьюзим, кью-10. То есть, вместе с омегой я всегда пью кью-10, кьюзим, поэтому, чтобы она лучше работала. И вместе, когда с омегой пьёте, очень хорошо усваивается витамин Д. Ну, это всё сайта Ахёрт, марка Нау, как вы видите. У меня 2000 американских единиц. Сейчас я уже сдала анализ, чтобы проверить результат, как идёт динамика. Тоже пропиваю. Пропиваю, знаете, могу сразу сказать, не то, что мне так захотелось, даже эндокринолог узнала, что я пропиваю. А наши, я рассказывала, что наша аптечная у меня другие, от этих ничего нету, всё замечательно. Я пропиваю не в 2000, а в 4000, то есть две капсулы, они такие маленькие. Ну, я вам показывала. И эндокринолог даже сказала, что очень хорошо пей дальше, потому что, как бы, витамин Д мне нужно поднимать. и омега, это, как сказать, помогает, чтобы холестерин наш не рос. Но это, естественно, и правильное питание должно быть, как мы все уже знаем, потому что, ну, без этого никак. Потому что, так сложилась ситуация, я прохожу тщательное обследование до сих пор, вообще наш организм такой сложный, это вообще, это действительно, во-первых, это ходячая таблица Менделеева, а во-вторых, это, чтобы проверить все системы, это достаточно сложно, тем более с нашей медициной, а-ля бесплатной. Ну, я, как бы, все равно стараюсь это делать. И был выявлен у меня, поставлен мне гипотериоз, у меня есть кое-какие нарушения щитовидной железы, вернее, у меня повышен ТТГ, и поставили гипотериоз, и, как бы, я пропиваю определенную терапию. Соответственно, к этой терапии очень-очень полезно рыбий жир и витамин Д. Ну, и плюс к этому, соответственно, правильное питание, что мне очень это нужно, потому что нужно сбросить несколько килограмм, килограмм, а уже, так, уже пять килограмм я сбросила, да, осталось, ну, еще достаточно, чтобы прийти в ту форму, у которой, как бы, я была изначально, так сказать, вот, можно выразиться в двадцать лет при моем росте и всем остальном. Вот. И, соответственно, как бы, вот так вот, да, поэтому, кто в этой же стадии, так что присоединяйтесь, будем вместе приводить в себя форму и не только как в целях эстетических, там, лето и все такое. Да, это классно, когда ты выглядишь хорошо, но и когда, допустим, это действительно имеется по медицинским показаниям, потому что в один голос мне и гинеколог кричит, что надо худеть в связи с дальнейшими моими планами, и эндокринолог, то есть, как бы, немножко так вот выявлено, ну и, соответственно, да, все остальные врачи тоже самое, потому что, как бы, вот есть проблемы кое-какие с желудком, тоже сейчас прохожу обследование, я столько за несколько месяцев сдала крови, что аж, мама дорогая. Но ничего, у нас есть результаты, у нас есть уже, я долго времени не могла сбрасывать вес, и поэтому не могла понять, чем дело, и когда я узнала, что у меня повышен ТТГ, это препятствует снижению веса очень сильно, и, ну и, соответственно, выпадение волос, и все остальное, слава богу, это все прекратилось, очень прекратилось, и, ну, как бы, что быть, тому быть, да, поэтому, ну, так вот, все сложено. Ну, окей, так, что мы дальше, давайте идем дальше, пойду смывать нашу масочку, и показать, вот, видите, она как высыхает, подсыхает, да, то есть, вы все это видите, и покажу вам лосьон, который я использую, тоже от марки Клиник, ну, нанесу свой уход, соответственно, и все. И, кстати, мне очень нравится то, что, когда было выявлено все-таки, в чем проблема, ну, выпадение волос, синяки под глазами, мне очень понравилось, что мои синяки под глазами, они исчезли, ну, как бы, есть просто вена, но она как есть, да, потому что здесь тонкая кожа, но вот эта вот синева, она исчезает, вот это вот, да, плюс, ну, как врачи говорят, может быть, это будет временно, либо это будет пожизненно, будет видно дальше, на всю волю Божию, так говорится. Ну, все, идемте смывать. Ну, все, девочки, смыла я маску, заодно помыла голову. Так, смываю я маску вот таким вот спонжиком, он, когда высыхает, сжимается, а потом вот, когда она мочащего, сдувается. Ну, не совсем я им, как бы, довольна, честно говоря, потому что мне нравятся другие спонжи, они такие более тонкие и круглые. Так, хотела вам показать сейчас лосьон, да, все, я вот смыла маску, все, значит, вот у нас такой вот результат. Значит, результат неплохой, хороший, значит, сейчас хочу нанести вот такой вот лосьон, который я купила от Клиник, это вторая ступень, значит, здесь лосьон у меня для нормальной и сухой кожи, то есть, там есть для нормальной жирной, там еще какие-то, там, короче, много разновидностей, надо подбирать под свой тип кожи. У меня, значит, вот такой вот, что могу сказать, сейчас пока буду наносить, я вам расскажу, значит, без лосьона я вообще не могу находиться, потому что, ну, для меня лосьон, это тонизирование, то есть, это нормально. И этот лосьон на удивление, ну, вот, как на удивление, конечно, ну, очень мне понравился, я его рекомендую. Во-первых, он хорошо увлажняет, во-вторых, хорошо тонизирует, да, там, даже вот, я его наношу и утром, и вечером, я вижу результат, он немножко идет в начале спиртовой, но этот спирт не проникает в кожу, он выветривается. Соответственно, с ли конца он подсушивает даже нормально какие-то высыпания, да, ну, вот, как бы я за счет него и, соответственно, преобразовываю кожу. Вот, значит, что еще и такой момент, он, знаете, такое вот ощущение, как будто там есть в составе, когда тебе, ну, вот ты вот голову шампуни с ментолом помоешь, и оно как освежающее, вот то же самое, то есть, то же самое и очень-очень-то нравлют, вообще, ну, мне нравится этот тоник, и объем у него хороший, и расход у него небольшой, то есть, даже где у меня, допустим, есть высыпание, а хоп, так остановилась, чуть-чуть подсушила, и оно хорошо реагирует, вот, тем более, такие проблемные дни, хороший тоник, мне понравился, очень-очень, даже-очень, поэтому, рекомендую его вам, сейчас мыла шампуни, новые, купила новый шампунь, вместе, у меня была вот эта вот линейка, у меня остался бальзам, Эльсеф, я вам всем рассказывала, в пустых баночках, очень нравится мне этот Эльсеф, и, ну, я имею в виду сейчас из масс-маркета, не из профессиональной линейки, масс-маркет, шампунь у меня закончился, остался бальзам, буду его добивать, вот, а сейчас попробовала, я уже пробовала, тоже говорила, что мне понравился шампунь, из вот этой вот линейки Гарниер, вот этот вот шампунь, соус восстановления, достаточно хороший, мне понравился, и сейчас первый раз попробовала тоже соус восстановления, это же линейка бальзам, в парочке, чтобы их использовать, посмотрю, как будет бальзам, не будет ли утяжелять, потому что для меня это достаточно такая вот, прям, ну, проблемка-проблемка, потому что, когда я не люблю, чтобы жирнились корни, и чтобы она утяжелялась, поэтому, как бы, не очень мне это нравится, сейчас хочу нанести на глазки вот такой вот кремушек, это либридерм, ну, коллаген, из аптеки, в аптеке покупаю, так что, то, что, да, вот эти вот пробники, которые есть, от клиник, да, плохо, что там нету для глаз, чтобы можно было это всё использовать, такими круговыми движениями, если гадца, массажные, провожу, здесь нависшее веко, разглаживаю, и вот так вот, оп, 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 и прихлапываю, таким, хорошо впитывается, хорошо как бы себя ведёт этот крем, ничего не скатывается, очень даже хорошо, поэтому, соответственно, это, бываю, периодичности пользуюсь, тоже, с iHerb марки Now, герлоновая кислота, здесь сером идёт, он с помпой, очень удобный, тоже я его использую, но сейчас вот, вот эту вот линейку, как раз связанную с клиникой, я просто испытываю, и стараюсь присмотреться к ней, как, что она ведёт, значит, поэтому, всё, нанесла тоник, нанесла крем на глазки, палочкой наношу, пальцем не лази, девчонки, Коля, сегодня так получилось, что я вам всё показываю, по поводу ухода за лицом, и начала тоже там, за волосами показала, шампунь, хочу рассказать, чем я пользуюсь, перед тем, как сушить голову, ещё не посушила, во-первых, всегда, когда мою голову, то, я вообще хочу снять такой ролик, рассказать всё, какие я люблю из масс-маркета продукты, какие я люблю из профессиональной линейки, кое-что немножко докуплю, и обязательно сниму вам, на сегодняшний день, смотрите, значит, вот у меня есть такой, вот как он называется, я не знаю, он из набора для душа, специально такой чулпан, я, значит, его одеваю и хожу, ну, для того, чтобы немножко пропитать волосы, чтобы они подсохли, мокрые волосы, никогда не надо сушить, не надо их травмировать, тянуть, и всё остальное, если вам надо быстро, конечно же, вы сначала сушите феном, а потом уже делайте какую-то там форму, но ни в коем случае, на мокрые волосы, вот этот брашингом, или расческой, делать ни в коем случае не надо, это мой вам совет, как, допустим, профессионала, значит, что я хотела вам рассказать, вот у меня подсушиваются волосы, и я потом это снимаю, и использую вот такое, вот на сегодняшний день масло, оно немножко будет отсвечивать, наверное, не увидите, это лориалевское масло, это лориалевское масло, ойл, как там у них там называется, лориаль, профессиональ, ойл, который их не, оно у меня практически уже, видите, заканчивается, расход очень минимальный, надолго хватает, не надо много, чтобы не пережирнить, масло наносим только на конце, никаких корней, ни в коем случае, только на конце, и мы это делаем для чего? Для того, чтобы некоторым масло наносят после того, как уже посушили, некоторые до сушки, я рекомендую до сушки, если вам не хватило, вы можете еще там капельочку взять, и донести на сухие уже волосы, вид совсем другой разный, в зависимости тоже от состояния волос, девочки, вот это вот масло, ну, я пользовалась, и, господи, вылетела из головы, Матрикс масла я пользовалась, тоже неплохое там у них есть, у них там большая линейка, вот это вот тоже неплохое, мне нормально увлажняет, мне не надо, чтобы висело сосульками, как-то загрязняло это, и не портило волос, для чего я это делаю? Чтобы концы, наши чешуйки, они, в основном, кто есть пористый волос, или те, которые красятся, так как я, допустим, осветление, эмилирование, обесвечивание, потом тонировка, и концы они со временем, по неволе, становятся разрыхлёнными, да, чешуйки раскрыты, как ёлочка, я говорю сейчас на доступном русском языке, и чтобы их спаять, то есть, чтобы их всё-таки, они соединились, спаялись, да, чтобы у нас не было вот этого вот, махрятости, махрятости, я использую масло, и это очень хорошо помогает, опять же, надо смотреть, на каком уровне, и в каком состоянии волосы, ещё, что я использую с недавних времён, вот такой вот шварцкоп, это всё то, что я сейчас показываю, профессиональная линейка, шварцкоп, как же это назвать-то вам, такой состав, который двухфазный, его вот так вот сбалтываете, и брызгаете тоже на конце, ни на какие корни, на конце брызгаете, и здесь 200 миллилитров, тоже расход достаточно минимальный, опять же, ну, может быть, в зависимости от какая длина волос, но у меня средняя, под корой вы видели, и это хорошо помогает расчесывать волосы, тем более осветлённые волосы, эмилированные, обесцвеченные волосы, хорошо помогает расчесывать, увлажняет, питает, и, соответственно, вы уже не дёргаете, и там ничто не делаете, вот это вот я использую перед тем, как начать сушить, то есть сначала наношу одну-две, не одну, две-три я наношу капли, ну, две в основном, иногда три бывает, капельки, растираю между ладошками до тепла, и вот на концах я наношу на концы, и взбалтываю, брызгаю тоже на концы, расчесываю это всё, расчесываю я такой вот расческой, она у меня, к сожалению, поломалась, она у меня уже давнишняя, чтобы зубчики были нечастые, а редкие, видите, какие зубчики, и тогда расчесываете по росту волос, по длине, и потом уже берёте фен и начинаете сушить, сушить я тоже начинаю, сначала вниз головой, всё это просушиваю в корнях, просушиваю, просушиваю, до полувлажного, и потом уже беру расческу, надо, там где-то корешки приподнял, надо, где-то прокрутил круглой расческой, вот такой вот, у меня такая вот, керамическая круглая расческа, и я прокручиваю, как где-то концы, я, если честно, насчёт этого не парюсь, потому что я это быстро всё делаю, ну, так как я это могу делать, и так как я не люблю много уделять этому вниманию, вот, и фен достаточно хороший иметь, я так ныряю туда-сюда, у меня просто здесь тележка, и там всё лежит, фен достаточно иметь, хороший профессиональный, этому фену у меня очень много лет, слава богу, он жив-здоров, вот, у меня есть другой для работы, а этот у меня, это подарок моего мужа, мы когда познакомились, на 8 марта он мне подарил, это, блин, уже ему 16-й год, профессиональный фен, да, у меня даже название марки стёрто, уже ничего не видно, чтобы была хорошая мощность, чтобы хорошо просушить, то есть, тоже профессиональный фен, я люблю использовать, всем рекомендую, есть, конечно, утюжок, никогда не пользуюсь, потому что у меня волос прямой, это нужно для пористых волос, но будьте осторожны, потому что пористые волосы, вы знаете, вы их просто будете травмировать ещё больше своим утюжком, плойками и всем остальным, может быть, просто полюбить их, и из них делать какие-нибудь коктейльные укладки, волнистые волосы, это как закономерно, прямые, кого волосы хотят коктейльные укладки, волнистые, это очень тяжело делается, ну, не держится, а те, которых, на пород, пористые, волнистые, они хотят прямые, но то, что вам подарила природа, полюбите это, и просто-напросто вы будете от этого счастливы, всё, я пошла сушить, ну, мои хорошие, вот что у нас получилось, вот мой цвет волос, и моя укладка, я сильно не сушусь, долго не сушусь, немножко здесь на, в обратную сторону делаю, чтобы было бы пышнее, потому что волос прямой, и чтобы было, когда более поживее, что ли, а что хочу сказать, по поводу бальзамчика, обратите внимание, ещё раз, ещё раз покажу вам, ещё раз покажу вам, понравился мне, понравился состояние волос, шампунь, плюс бальзам, понравилось мне состояние волос, понравилось увлажнение, питание, вообще прям понравилось, посмотрю, как, насколько хватает, не грязнит ли он волос, в данный момент ничего не утяжеляется, просто вообще, ну, классно, обратите внимание, прям вот, ну, советую вам, чуть-чуть пониже вас сделать, и что ещё хотела сказать, ну, вот, в данный момент я вам показываю состояние волос, я всю жизнь блондинка, я всю жизнь осветляюсь, тонируюсь, мелируюсь, по-разному, да, и поэтому, соответственно, там, сын у меня пришёл, поэтому, как бы, никакого состояния вреда волосам нет, я много слышу истории, и на работе, и вообще вот так, вот то, что происходит, люди, как бы, ну, девчонки красятся, блондинка красится, красится, волосы в плохом состоянии, жалуются, пористость появляется, естественно, сжённость, и всё остальное, и они потом уходят, перекрашивают тёмный цвет, и выглядит это более эстетично, более красиво, я с этим согласна, для разнообразия я тоже пользовалась, и красилась в более, там, средние тона, и потемнее, но блондин, блондин цвет, это мой цвет, и холодный именно блондин, и поэтому это мой цветотип, но состояние волоса, как вы видите, то есть можно сохранять, ещё раз повторюсь, что я сначала щадяще осветляюсь, потом я тонируюсь, во-первых, забиваю желтизну, желтизны нету, вот у нас вот такая вот картинка, да, как вам показать-то на свету, чтобы это было видно, да, и вот такой вот блонд, совсем недавно я красилась, немножко затемнила корешки, а всё остальное, вот мой блонд, то есть и состояние волос, соответственно, нормальное, просто надо правильно, технологически краситься, это должен делать мастер, опытный мастер, знающий мастер, потому что не все могут красить блондинок, и, соответственно, последующий уход, и утюжки, пловечки, они, конечно же, это очень сильно вредят, ну вот, как бы вот так вот, наш результат, сейчас мы идём обедать, очень-очень вкусный суп с фрикадельками, вот мой супчик, буду сейчас обедать, всем приятного аппетита, кто обедает с фрикадельками, очень вкусно, полезно, и диетически, здесь у меня лежит хлебушек, это без муки, чисто на зёрнах, вкус Вилли покупаю, очень классный, присмотритесь, кто у нас худеет, или на правильном питании, и кусочек индейки, чисто индейки, больше ничего, ну, две моих таблеточки, так как у меня сейчас нарушение желудком, это мизин, и, как правильно, пробиотик, пробиотик, пробиотик для кишечника, прописал мне врач, сейчас буду смотреть фильм, если он есть, люблю фильм, этот, смотреть в последнее время, сейчас смотрю, о, мама чемпионов, по СТС идёт, ну, я не по СТС смотрю, а, этот, в интернете, на улице классная погода, сейчас пообедаем, немножко погодя, побежим на улицу, прям, что-то я это, о, вот так лучше, побежим на улицу, погуляем, и всё, будет нам счастье, птички там поют, на этом хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего хорошего, надеюсь, что было это видео для многих полезно, по поводу ухода волос, лица, если есть какие-то комментарии, вопросы, пишите, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, до новых видео, оберегите друг друга, пока-пока, и до новых встреч,